Мелочь, которой не хватает для проведения праздника, котель из джина. Не сосуд, а грызун. Это человечек, который приехал в Америку в двухлетнем возрасте с нормального похода. Это кольцо или сосуд. Чтобы семья не объелась, это очень выгодное вложение денег. Правильно, это чипсы. Поехали. Всем привет! Вы на канале Наша Жизнь в Америке. New life is my life. Мы только что вернулись из микро похода в магазины. Это такие у нас не закупочные, а больше подготовительные. Мы покупаем какую-то мелочь, которой не хватает для проведения праздника или еще чего-то. Сейчас будет начало распаковочного влога. Он на этом не закончится. Мы потом добавим сюда какую-нибудь распаковку с какого-нибудь нормального похода. В общем, сегодня тут пару моментов. Распаковываем, смотрим и идем пить чайку. Первым номером нашей программы сегодня это вот такой двухлитровый тоник из Волмарта. Мы его купили, чтобы делать коктейль из джина. Вот, значит, двухлитровая бутылочка стоит 1,25$. И вот такие вот в ней есть ингредиенты и факты. Посмотрите, кому интересно. И расскажите, если вы пьете коктейль из джина, каким тоником вы пользуетесь. Потому что мы путем проб и ошибок остановились на этом. Пробовали, наверное, два до него. Вот, сейчас быстрый набег будет на конфеты. Значит, конфеты я покупаю для своих любимых пассажиров. Им нужны долгоиграющие сосачки, которые... Которые очень интересный факт. Американцы обычно такие вот конфеты, которые мы называем сосульками, не сосут, а грызут. Они просто начинают за спиной. У меня их грызть зубами, блин. И, в общем, ощущения очень интересные и непонятные. И, честно говоря, хочется их научить и объяснить, что эти конфеты не надо грызть. Ну, есть, сжевать как шоколад, а их надо сосать. Ну, в общем, сейчас мы их откроем и покажем. Конфеты клубничные. Зайка, там видно тебе? Да, все хорошо. Вот, короче, их факты и вот их ингредиенты. Немножко отсвечивает, но видно. Так. И, значит, что еще можно сказать? Кстати, вот срок годности 20-й год. Повар, как обычно, из магазина 99 центов. Это очень хорошая упаковка конфет по весу, потому что в ней 340 грамм. И она стоит 99 долларов. Ну, это лучше. Открывать, наверное, смысл. Это просто резинцы. А вот эту откроем, посмотрим, какая она. Потому что такие конфеты мы не покупали, значит... Почему не покупали? Покупали, да. Это обыкновенные конфеты у меня дома такие есть. Подожди, такую упаковку мы брали? Да. Я не помню. Ну, в общем, это вот чисто для работы мне. Это очень выгодное вложение денег в конфеты. В том плане, что она весит pound 454 грамма. Здесь 100 конфет. И она стоит тоже те же 99 центов. Значит так. Вот, что они из себя представляют. Нутришим факт. И на ингредиенте, наверное, здесь по ингредиентам. По ингредиентам. Сейчас я отвернусь. О! Вот так вот по ингредиентам. Все, что в них содержится. В общем, это функциональные конфеты. Хорошо. Это леденцы или что? Нет, это жевательные конфеты. Это те, которые дети любят. Жевательные, да? Нет. Вот те, которые я детям давала, они были из другой упаковки. Ну, Зайя, ну я тебе сейчас могу достать, показать. Ну, ты можешь. Ага. Ну, все. Отлично. И мне еще вон там, смотри, какую-то вкусовую. В общем. Не, я конфету не хочу. Я хочу конфеты. А, вы бы еще для Сашки купили. Да. И вот конфеты, которые любит Саша. Когда мы приехали в Америку, у меня еще не было двух годиков. Ну, почти, практически два. И вот потом он как-то чик, и оп, и на 40 грамм он начал. Но он уже соску у нас не сосал тогда, правильно? Он соску не сосал, и ему не нравится, допустим, если дети любят там, ну любят. Вот такие вот. Могут там чувачок захотеть, спросить. Сашка любит у нас такие соски. Они прикольные, они сделаны в форме соски. Они очень хорошо красят язык. В общем, фигня редкая. Упаковка, упаковка. Ну, мы иногда можно. Ну, иногда можно. Всякая соринка, как там в организме говорится? Витаминка. Это кольцо или соска. Его можно еще как мегабриллиант одеть. Да. Вот. Ну, они разных цветов. Вот так вот. Видите, тут четыре цвета нарисуем. А здесь, кстати, написано кольцо. Ну, оно похоже на соску, но и на кольцо похоже. В общем, как-то так. Так. И что, по конфетам закончили, да? Да. Но не заканчиваем с Сашкой, потому что еще один интересный факт. Как мы говорим, это человечек, который приехал в Америку в двухлетнем возрасте. Ну, вот что касается таких продуктов, как, например, ветчина и колбаса. Старшие вообще-то не было. Да. Хоть они и пробовали в Беларуси, получается. Они ели и сосиски там. И вот мы докторскую колбасу покупали, да? Потом какая-то была еще колбаса. Помнишь? Типа мартаделла еще какое-то название было. Типа докторская. Ну, дети нормально, скажем, понимают. Я просто хотел вспомнить название. Да. Ну, вот. Ну, давай. Про то, что они... Дети нормально кушали и знают все колбасы, как бы там белорусские все. Но здесь они этого ничего не хотят. То есть, для них продукт в форме колбасы, это известный продукт, это не диковинка. То есть, как бы, вот, было бы более логично, если бы старшие говорили, папа, мы давай купим колбасы там или сосиски, например, хочется там, соскучились, или той же ветчины. Но у них такого нет. Они больше едят те продукты, которые... Они кушают просто мясо. Мясо. Мясо, рыба приготовленная. Для них колбасу Катарина вообще никак ей не нравится. Она вообще у нас по-взрослому питается. Катарина, да. Катарина кушает молодец. Она кушает у нас овощи. Ну, в общем, взрослую кухню, скажем так. Да. Она не капризничает. Антон... Нет, но у нас никто не капризничает. Просто Катарина ест взрослую кухню, Антон ест американские завтраки. То есть, это сухой корм, залитый молоком. Да. Но Антон при этом, видишь, у нас Антоша может сам сказать, что сегодня я на обед хочу творог. Да, и творога может поесть. Творог с медом сидит, наяривает, как бы, ему нормально. Да. А Сашка, в отличие от старших, любитель вот таких вот продуктов. Иногда он любит поточить ветчину, там полусухую колбасу, там сервелат. В Джонс мы специально ездим покупать. И я подчеркиваю, что фактически это для Саши покупается, потому что никто этим не увлекается. Не увлекается, точно. Ну что, давай посмотрим, что там. А, подожди, сейчас мы посмотрим, что вот здесь. Нутришн факт какой-то. Так, ну, значит, вот. Нутришн факт про эту ветчину. И вот тут ингредиенты есть даже в уголке. О! Вот так вот можно посмотреть. Ну, и, в общем, тут написано, где ты, Зайка видела, что она? Вот, да, не добавлено в нее гормонов. Что тут еще какие картинки? Я без очков не вижу. Сейчас можно будет рассмотреть. На зиплоте этот самый, пакетик. Так что мы не разрезаем его. Главное, family size, 1LB. Ну, прямо, чтоб семья не объелась. Вот с этой кучки, да? Ну, давай посмотрим, что там внутри. А, ее же надо все равно оборвать. Профессионально. Профессионально вскрывать лично. Ну, вот. Давай один вытянем, я съем его торжественно. Белку бы возьму. Вкусненько? Она очень вкусная. Вот такая вот она, видите, во всех своих, так сказать, красотах. И, в общем, это... Я не хочу, спасибо за ее все равно. Это вкусно. Ну, мы переходим к сладким закускам. По сладким закускам. Вес печенья 360 грамм. Печенье в шоколаде. Ну, сейчас там уже какой-то показываешь. Да, может кто-то не видел, поэтому покажем. Ну, раз она сегодня у нас прикрыгала, мы что-то захотели сейчас выйти, просто прямо попить чая, пока детей забирать. Вот. И поэтому показываем, значит, что там было в нем, внутричный факт и вот такие ингредиенты. Вот. Чтобы солнце из окна не отсвечивало. Так, давайте открытием. Вот такое шоколадненькое. Вот такое печенечко. Очень вкусненькое. Да, мы его покупаем не первый раз и знаем, что оно очень вкусное. И любишь его больше ты? Я. А я вот больше люблю вот такие. Это итальянский продукт. Так, ну, что тут у него показать? Показываем все тогда. Показываем. Вот его. Смотришь. Факт, у него очень интересная упаковка. Я когда взял в магазине, мне показалось, что она выпачкана в муку и в сахар. А это такая бумага очень интересная. Как это сказать, матовая и шурпатая на ощупь. Так. Я не понял, почему я вижу два, ну, три шинфа. Что? Там разные вещи лежат, конечно. А ингредиенты, как они лежат. Ну, ладно. Что есть, что есть. А вот здесь это не ингредиенты? Нет. Я не понял, почему мы решим факт два раза, как будто там разные вещи лежат. Ну, сейчас откроем, посмотрим. Давай. Открываем. Разрешиваем? Да. Ну, получилось не очень чистенько. Ну, потому что мы крутили и бросили. Ну, в общем, это вот, видите, как хорошо оно сломано. Вот такое вот приятное. Это получается слоеное, правильно сказать, да? Слоеное вот такое. О, жареное, печеное. Ну, печенье тоже, наверное, какое-то. Ну, да, тут печенюшки. Итак, продолжаем нашу сборную. Сборное кино по распаковке. Почему сборная? Потому что с разных магазинов. Я уже вам об этом говорил. И вот сейчас я вам хочу показать две картошки при. Привет! Вот, значит, почему две, почему разные. Вернее, нет. Почему две? Две, потому что разные. Вот я уже достал их заранее с пакетика. Беленькая, это вот из этого пакета. И вот это вот, такая вот, оранжевая, можно сказать, с приправками, это из этого пакета. Значит, Сашка у нас любит больше всего вот такую простую, классическую, без приправок. Давайте посмотрим, что у нее есть. Вот, и из-за того, что Сашка любит беленькую, мы берем пакетик беленькой обычно. А мама у нас любит вот такую, с приправками. Поэтому мы берем, чтобы всем было вкусненько. Вот, значит, беленькая картошка. Вот ее nutrition facts. Значит, то, чего там и в каком количестве. Так, ну, ингредиенты. Ингредиенты. Картошка в ингредиентах, понятно. Вот такие вот ингредиенты, да. Так, значит, как приготовить? Это, в принципе, понятно. Мы готовим ее во фритюре всегда. Так, что здесь, если кому-то интересно, почитайте. Так, в связи с тем, что я пакет открыл, она уже сыплется. Так, gluten-free. Нас просили заострять на этом внимание. Так, ну, все значки, какие можно показать. Пакет 5LB. В общем, посмотрели. И теперь переходим вот к этой крыженькой, которая такая, сама по себе другого сорта картошка, и она с приправкой. Вот. Значит, она без трансгенных жиров. Так, что у нас тут еще есть такое? Давайте посмотрим с обратной стороны. С обратной стороны Nutrition Fact. Смотрим. Возможно, вы покупаете такую картошку там, где живете. Можете сравнить со своей. Может быть, у вас есть точно такая же, я не знаю. Может быть, есть похожая. Рассказывайте, какая у вас. Давайте меняться информацией. Так, ну и, собственно, все. Тоже, как приготовить. Это на всех американских продуктах написано. Расписано. Прямо инструкция четко. Сколько положить грамм или порций. На какое время положить. Сколько кипятить. Сколько не кипятить. Сколько держать. То есть, инструкции даны четкие, чтобы мы могли приготовить продукт таким, каким он должен быть. Ну и переходим к следующему. К следующему лоту нашей программы. Я сегодня на распаковке, можно сказать, один. Не считая Сашки. Сашка где-то там. Привет. Вот. Потому что, как я вам сказал раньше, Маришка сегодня на конференции так получилось. А дети старшие еще пока в школе, поэтому я без ассистентов. Только Сашка будет помогать мне пробовать. Вот. Следующим номером нашего аттракциона распаковочного будет вредный продукт. Но без этого вредного продукта, как говорится, не обходится ни одна вечеринка. И если вечеринка, то он должен быть. И что это, как вы думаете? Правильно, это чипсы. Поехали. Так, значит, семейство чипсов сегодня представляются у нас Лейсами, Доритас и какие-то Кейп Кот. Я не знаю. Возможно, они у нас были уже на распаковке. Возможно. Возможно, возможно. Ну, я не помню. И мы их распакуем еще раз. Давайте с них и начнем. Это значит, чипсы приехали из Костка. Вот у них там срок годности виден по август. Значит, в них нету ГМО. В них нету всяких красителей и прочих вредностей. И подвкуснителей, так сказать. Вес 850 грамм. Цена, по-моему, там что-то около 3 долларов 30 центов. И давайте смотреть, что у нас с фактами. Значит так. Нет ГМО. Глютен фри. Нету консервантов. Так. И поехали по калориям. 30 штучек типа на порцию. 28 грамм. 28 грамм. 130 калорий. Ну, и в общем читать все умеют. Смотрим. Записываем. Удивляемся. Сравнивайте. Сравнивайте со своими. Давайте. Характеристики. Высказывайте свои предположения, так сказать. Будем сравнивать. Так. Ну, собственно, вот и все показал. Так. Больше, собственно, показать нечего. Следующий представитель Доритос. Эти чипсы приехали из Smart & Final. И как я вам сказал, просто их купить можно гораздо дешевле. Что интересно, что эти чипсы более калорийные. На порцию 28 грамм. Это где-то идет 12 чипсов. А, там я что-то переговорил, извините. Там это было 30 порций приблизительно. То есть, одна порция. Они себе представляют где-то 19 чипсов на 28 грамм. А Доритос представляет 12 чипсов на 28 грамм. То есть, они будут больше. И они будут калорийнее. На 20 калорий. Так. Что там у них? Смотрим. Анализируем. Читаем. Составы. Все написано. Так. Что у нас по значкам? По значкам. Я вижу только, наверное, срок годности. Вот. И, собственно, в общем, ничего особенного нет. Ну и давайте сравним с этими чипсами. Чипсы Лейси. Лейси у нас классик сегодня. Так. Что у них впереди? Впереди у них написан только ЕС. Написано, что они гарантированно свежие. Так. Как и на Доритос. Так. Смотрим, что здесь. Нету дополнительных вкусовых добавок. Нету консервантов и консервантов всяких. Глютен-фризначок стоит. Ну и смотрим по калорийности. Вау! Самые калорийные это Лейсы. 160 калорий. Значит, они предлагают 15 чипсов на 28 грамм. И это будет самая калорийная. Вот. Дальнейшие, значит, их составы вот здесь вы видите. Показываем. 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 Ну вот, собственно, ингредиенты. Картошка, виджетейбл ойл. Подсолнечное масло. Кукурузное. И или канол ойл. И соль. Получается, что Лейсы самые жирные. Ну что, Сашка, давай, наверное, откроем и посмотрим, какие самые вкусные. Ага. Давай. Так, ну вот я открыл и высыпал все, которые у нас есть. Значит, с правой стороны это... Это Лейсы. Посередине это Доритас. И слева это Кейп Кот. Так. Ну, сейчас мы будем пробовать и рассказывать. Ой, Сашка, рассказывай, что? Это ты ешь у нас Лейсы? Ну, я думаю, Лейсы все кушали. 9 из 10. Это вкусные, замечательные чипсы. Давайте сейчас посмотрим, что это такое Доритас. Блин, они такие большие. Они обычно треугольной формы, вот такой вот. То есть, если у Лейсов правильная форма это срез картошки, то у Доритас правильная форма это вот такой треугольник. Ну и они обычно их чем-то приправляют. Вообще, это любимые чипсы. Ну, они как бы как мексиканские считаются, что ли, я не знаю. Вот. И они очень часто бывают очень острые. 10 из 10. Они очень сильно приправлены сыром. Они очень твердые. И очень такие сразу рассыпаются, крохкие. Ну и давайте попробуем вот эти вот, которые Кейп Кот. Так. Они очень похожи на Лейс, но они более жесткие. То есть, чувствуется, что пластина более, ну она как бы я бы сказал, наверное, при изготовлении она была более толстая. То есть, Лейсы, они более тонкие, более нежные. А эти, они более толстая пластина, наверное. Видимо, их когда нарезают при приготовлении, они получаются более толстенькими. И поэтому сейчас они более такие... 3 из 10. 3 из 10? Угу. Вообще в чипсах не разбирается. В общем, я скажу так, мне больше всего, честно говоря, нравятся вот эти вот Кейп Кот. Почему? Потому что они менее соленые. Лейсы оригинальные, вот те, которые мы сейчас пробуем, которые вы ели тысячу раз. Они очень соленые. А мне нравятся соленые вещи. Ну это, конечно, хорошо. Но я вот прямо чувствую, прямо вот соль. Прямо живая соль. Эти более умеренно соленые. Ну а вот эти начос чиз, вот эти вот доритосы, они более... Они очень сырные, они очень вкусные. У меня больше всего доритос нравится. Ну отлично. Ну что сказать, чипсы, они в любом случае вкусные. Угу. Вот. Ну вот такие вот дела. Давайте, может, глянем, сколько соли в Кейп Кот и в Лейсах. Интересный факт я узнал, рассмотрев составы чипсов. Соль просто написано, что входит как ингредиент. И в этих чипсах, и в доритос я не искал. Тут столько ингредиентов, что просто весьма... А, ну вон она там тоже, по-моему, есть. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да, написано просто соль. И здесь соль. Но не написано нигде, сколько соли в граммах входит в одни из этих трех... Не в одни из трех чипсов, короче. Не написано, сколько соли в граммах входит. Но, зато написано, сколько входит сахара. Как вы видите, сахара в Лейсах. Вот он сахар. Меньше, чем один грамм. А вот в этих сахара вообще нету. Ноль граммов. А в доритос сахар не... А, нет, вот написано тоже сахар меньше, чем один грамм. В общем, если из этих трех вариантов выбирать самый нездоровый... Нет, самый давайте выберем здоровый. То самый менее калорийный это кейп-код. Без сахара кейп-код. Менее соленый кейп-код. Значит, самый полезный из трех бесполезных продуктов это чипсы кейп-код. Ну, Саша убился. Во всяком случае, мне они понравились. Так что, я считаю, чипсы можно есть любые. Но главное знать меру. Поэтому присоединяйтесь. Берите по пакету. Включайте кино. И погнали смотреть. А у нас через пару часов начнется вечеринка. Правда, когда вы уже смотрите... Мы уже ее отгуляли. Обожрали. И запили как уколы. Так, но у нас еще сегодня сейчас будет дальше еще какой-то обзор. Так что, не переключайтесь. До новых встреч! Продолжение следует...